А мы продолжаем, и у нас в студии первый утренний гость, который решил по-настоящему, по-спортивному проводить зиму. Это Ильдар Суфияров, амбассадор соревнований. Доброе утро, здравствуйте. И мы вас встречаем в нашей студии. А, соревнование Тиммермен называет. Я верно произнесла? Да, все верно. Доброе утро. Все замечательно. Доброе утро, Ильдар. Вот вы не хотите, чтобы зима уходила, ведь впереди лыжный марафон, и назначен он, как мы знаем, на 25 марта. Единственный человек, наверное, который не хочет, чтобы уходила зима. До 25 марта. А, вот так. Сразу после марафона, пожалуйста. Потом уже пусть и уходят, да? Конечно. А желающие еще успевают зарегистрироваться? Да, конечно, безусловно. У нас на сегодняшний день порядка 500 заявок уже подано, но мы ждем всех желающих на нашем официальном сайте, чтобы успеть зарегистрироваться и получить последние свободные места на забег, и уже после этого все вместе встречать, как вы уже сами говорите, весну. То есть я поторопилась, то есть не один человек ждет, вернее, не хочет, чтобы уходила зима, а там уже более 500 человек. А, уже в этом году уже зарегистрировано такое количество участников? Да, конкретно только забег, который будет у нас 25 числа. Да, да. А какие еще дистанции будут предложены спортсменам в этом году? Вы имеете в виду помимо лыжного? Да, да, да. У нас вообще серия забегов Тиммермен, серия спортивных мероприятий Тиммермен, это новый формат. Если вы помните, раньше эта история называлась Татаран, сейчас это переросло в мультиспортивный бренд, когда у нас есть лыжи, у нас есть бег, у нас есть плавание, у нас есть велогонки, и то, что сегодня набирает популярность, это триатлон. Поэтому в этом году мы предлагаем побегать, это самое, наверное, крупное мероприятие, все о нем слышали, это Казанский марафон. Да. В мае под стенами Кремля, старт, трассу, кстати говоря, опубликовали буквально на днях, это один круг, 42 километра по центру Казани. 42 километра. Ну это классический марафон, назовем так. Да, да, то есть ради каждого участника лично перекрывают центр Казани. Вот так. Да. Для любителей велогонки у нас будут заезды в Закамской зоне, в набережных Челнах, в городе Альметьевск. Соответственно, для тех, кто любит поплавать, возможно, будет поплавать в Сияшске, как вариант. И для любителей триатлона, опять же, будет дистанция здесь, в Казани, поэтому для всех любителей спорта мы найдем те варианты, которые будут интересны. Да, а что вот интересного ждет зрителям 25 марта? Последний день зимы. Да, 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 самое главное. Самое главное, что их ждет, это большое спортивное мероприятие. Это большое спортивное мероприятие, это завершающее спортивное мероприятие зимнего, зимней серии, зимнего сезона. Безусловно, это будут определенные активности. Я просто не хочу раскрывать вам всех секретов. Да, конечно. Это будут определенные активности, все будет очень интересно. По количеству участников это уже не может быть по-другому. Поэтому я еще раз хочу об этом сказать, что мы ждем всех, кто еще не успел зарегистрироваться на официальном сайте. А где пройдет само соревнование? Маяк, это далеко от города Зеленодольск. Прекрасная трасса. Я уже в третий раз хочу об этом сказать. Мы ждем всех на этой дистанции. Я думаю, что помимо тех 500 человек, которые уже зарегистрировались после нашей программы, я думаю, еще как минимум 1000 человек зарегистрируются. Давайте, мы приманим этих людей. Скорее всего, мы умеем приманивать. 1000 и 2 в итоге. 1000 и 2. А, мы тоже. Ну, он точно. Да, а вот примут ли участие звезды шоу-бизнеса? Есть такая информация у вас? Не хотелось бы раскрывать всех секретов. Опять? Да. Ну хорошо, вы не называя имен, все же раскроете секрет. Это будут мужчины или женщины? Это будут звезды. Так. Мы не говорим шоу-бизнеса, мы говорим это звезды. Это известные люди. Это в том числе государственные служащие известные. Вот так. Да. Ну, вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день вообще здоровый образ жизни это очень популярная история. Модно. Это очень модно, это интересно. Сегодня очень многие хотят и кататься на лыжах, и бегать в марафоны, и преодолевать дистанции на триатлоне. Поэтому будут известные люди. Вы сможете их увидеть, если приедете к нам на марафон. Ну вот, глядя на вас, да, у вас глаз горит. Это настолько вот действительно, вот, я не знаю, я честно воодушевилась, и мне на самом деле тоже захотелось. И название-то какое? Тиммермен звучит как некий такой супергерой. Железный мужчина. Да, да, да. Ну, в этом понятии на самом деле очень много разных смыслов заложено, в том числе и Тиммермен, в переводе так частично с татарского языка. Да, да, да. Даже когда вот мы в Сочи презентовали Руслану Ругалиевичу, первый раз презентовали этот бренд, Руслан Ругалиевич сказал, что, наверное, тем, кто займет первое место, будет присвоено звание «Ментимер». О, это очень шикарное звание, я думаю, будет. Ну, мы желаем успехов вашим соревнованиям, конкретно, чтобы 25 марта у вас действительно был и наплыв участников, и все, чтобы прошло на самом высоком уровне, ну и вообще, чтобы развивалось ваше направление, потому что спорт – это действительно хорошо для здорового образа жизни, это просто прекрасно. И чтобы погода не подвела.